Микрофон работает. Добрый вечер. Я продолжу серию вопросов, которые начала задавать Александра, и вернусь к тому языку, который был сформирован еще в конце 50-х, 60-е годы в отношении искусства и культурного производства в целом. Я хочу воспользоваться двумя старыми проблемами или старыми вопросами, которые были сформулированы во французской, прежде всего, критической теории и в критической социологии. Первый вопрос касается кодов. И здесь имеет смысл говорить как раз о том, о чем уже упомянул наш модератор. Какими кодами пользуется сегодня искусство? Какими кодами пользуется сегодня критическое искусство? И являются ли эти коды общими для публики, которые не относятся к числу знатоков? Имеет ли смысл для критического искусства адресоваться кому-то, кроме знатоков, кроме тех, кто владеет этими кодами? Вопрос о кодах совершенно очевидно имеет не только семантический смысл. Он связан не только с тем, каким образом функционирует культура, но и с тем, каким образом устроен политический порядок. Дело в том, что сегодня в России мы наблюдаем становление нового институционального и политического порядка, который оперирует совершенно неизвестными ранее кодами. Вернее так, они известны, они словно выкопаны из могил, но оживают снова, наполняясь индивидуальной чувствительностью и коллективным консенсусом. Я имею в виду, прежде всего, эффективность сегодняшней официальной политической речи, которая выстраивается не просто как серия утверждений. Например, нам нужна здоровая семья. Подобного рода тезисы звучали в политической речи крупных политических спикеров еще в начале 90-х. Но они не имели почти никакой эффективности в политической работе, поскольку они были выстроены как неправильные коды. То же самое можно сказать о большинстве сегодняшних риторических формул, которые предполагают возврат к нормативной семье, восстановление политического единомыслия или преследование всех несогласных. Наличие русской идеи или национальной идеи, вернее, скажем так, ее отсутствие, которое было проблематизировано в российском политическом порядке еще в середине 90-х годов, не привело к созданию фантома русской нации, который сегодня, как кажется, заполняет собою почти все официальное пространство. Что же произошло? Произошло, прежде всего, то, что сегодня коды были сконструированы, ну, если угодно, почти по рецептам французского постструктурализма конца 50-х годов. К каждому утвердительному коду здоровой и репродуктивной семье, сильной единой нации, единой политической мысли, было найдено точное противопоставление, точная позиция, по отношению к которой выстраивается этот код. Чему сегодня противостоит здоровая репродуктивная семья? Совершенно очевидно отклоняющимся практикам ЛГБТ. Чему противостоит сегодня или противопоставляется сегодня в официальной политической речи единая русская нация? Очевидно, по коррумпированному, прогнившему Западу, и в частности Западной Европе, которая насаждает неверные моральные ценности. То есть у каждого элемента, который сегодня является аффирмативным в российском политическом порядке, имеется своя позиция, своя противоположность, которые достаточно эффектно встроены в некоторую систему кодирования реальности. Совершенно очевидно, что мы не имеем дела с устоявшимся институциональным порядком, а именно институты являются залогом эффективности работы этой кодировочной системы. За ширмой этих патерналистских, неотрадиционалистских форм политической речи мы наблюдаем достаточно отчетливый отказ сегодняшнего правительства от социальных программ и от социальной ответственности за то население, которое оно формирует символически в качестве населения послушного, лояльного и нормативно определенного в своих границах семьи, нации и политического единства. Так вот, один из главных вопросов, который сегодня стоит отнюдь не только перед критическим искусством, но, например, и перед социологией, и перед критическим литературоведением, и даже перед педагогикой, которая не сводится к воспроизведению государственных стандартов в школе или в университете, заключается в том, каким образом можно работать с этими кодами, особенно, если мы вспоминаем о том, каким образом выстраивался проект андеграундного искусства в позднесоветский период. Ведь большая часть того, что нам известно сегодня как классика советского авангарда, или, вернее, советского андеграунда, пользующегося, обращающегося к наследию авангарда, выстроена в первую очередь как попытка работы с такими же, ровно, кодами официоза, советского официоза и попыткой меметического переигрывания. Задача критического искусства, задача критической социологии, задача критической педагогики заключается в том, чтобы либо восстанавливать то, что вытесняется в рамках официального, в рамках господствующего институционального порядка, либо предлагать что-то, что еще отсутствует в реальности, но может быть реализовано наперекор этому порядку. Я напомню одну простую мысль, которая, как мне кажется, иногда упускается из виду, когда обсуждаются вопросы о том, каким образом сконструировано критическое искусство и каким образом можно привлечь к смыслам, кодам, порождаемым этим критическим искусством, новые типы публики. Когда критическое искусство формировалось как господствующий тип профессионального или, скажем так, наиболее правильного, наиболее достойного способа делать искусство в те же 50-е, 60-е годы, одним из главных приемов, структурных приемов, приемов работы с кодами обыденного рассудка и политического рассудка было расстройство этого рассудка. Одним из принципиальных моментов, которые произвело критическое искусство в качестве своей внутренней нормативности, был разрыв с обыденными кодами, было сбитие с толку обывателя, который привык находиться в весьма мягком контракте между художником, классическим художником и публикой, которой его способно потребить и присвоить. Невероятные и раненевообразимые способы операции с собственным телом, как с дисплеем у Вали Экспорт, невероятные или немыслимые доселе способы монтажа у Гадара, невероятные и фантастические способы работы советской группы коллективные действия, которая оперировала с кодами официоза, заключалась прежде всего в том, чтобы расстроить рассудок, в том, чтобы сбить коды, привычным образом используемые в восприятии и раскодировании окружающего мира. Проблема критического искусства начала возникать именно тогда, когда этот способ действия, этот разрыв, это расстройство рассудка начали институциализироваться в виде коллективного профессионального архива. Именно в этот момент, когда Вали Экспорт, коллективные действия, Гадар стали частью, этаблированной частью, моделью критического искусства, именно в этот момент стены арт-институций стали превращаться в фильтр, который не допускает публику, не владеющей этими кодами, к пониманию того, что делает художник. И сегодня в ситуации, когда мы наблюдаем формирование новых институциональных порядков и прежде всего таких, которые оперируют достаточно эффектными кодами определения реальности, вопрос, вероятно, заключается в том, каким образом современное искусство может отвечать, каким образом критическое искусство может отвечать на этот вызов, кодов, занимаясь в некотором смысле повторением пройденного, то есть следуя уже проторенному пути советского авангарда, может быть, каких-то других форм авангарда, перед лицом все более агрессивной и все более тотализирующей системы высказывания. Полагаю, что один из ответов, который уже готов, заключается как раз в имитации этих кодов, в имитации, в субверсивной, конечно, имитации этих кодов, в попытке присвоения и переприсвоения того языка, на котором говорит сегодня официальный порядок. Но очевидно, что этого может быть недостаточно для выполнения той миссии, о которой я упомянул чуть ранее, то есть восстановление вытесненного или создание производства альтернатив, о которых еще неизвестно в данном институциональном порядке. И для того, чтобы эта работа была произведена, вероятно, имеет смысл вспомнить о второй важной особенности современного искусства, критической теории и в целом культурного производства, которое обсуждалось в 50-е и 60-е годы, а именно о свободном времени. Каковы условия, при котором критическое мышление или критическое послание, критическое высказывание может быть совершено вполне, может пройти полностью этот цикл работы от захвата официальных кодов, которые производят определенный институциональный порядок, перехода к кодам, которые являются частью художественного архива арт-институций, и достаточно эффектный возврат в это пространство здравого смысла, который сформирован существующими, действующими политическими институциями. Я полагаю, что именно здесь лежит ответ о потенциале критического искусства, поскольку на эту работу требуется огромное время. Это то время, которого нам сейчас особенно не хватает. Я имею в виду не только прикоризацию труда, которая является одним из ключевых определений того, что происходит сегодня во всем культурном производстве, и здесь российское не является чем-то особенным или исключительным. Я говорю также о том, что касается возможности для различных производителей культурных смыслов, не только художников, но также социологов, литературоведов, педагогов, говорить на том языке, который позволяет субверсивно раскодировать существующий, или вернее только формирующийся институциональный порядок, при этом сообщая что-то, что может быть понято и доступно публике, не владеющими этими кодами. Более того, и снова возвращаемся в 50-е, 60-е, то, каким образом в социологии, в критической социологии был воспринят тезис Маркса о господствующей идеологии, заставляет думать, что поначалу первый шок от столкновения критической теории или критического искусства с некритической публикой заключается в том, что некритическая публика, чья субъектность сформирована господствующими институциональными формами, не может воспринимать социальные проблемы, проблемы несправедливости, проблемы культурной нехватки, дискриминации и так далее на каких-либо иных языках, в каких-либо иных кодах, чем те, которые уже допущены господствующим порядком. И в этой ситуации мы действительно оказываемся перед серьезным вопросом, где художники, социологи или теоретики могут сегодня взять время для того, чтобы производить эту работу по раскодированию, перекодированию и перезахвату. Я полагаю, что ответа на этот вопрос сегодня нет ни у кого, поскольку социальное государство во всех его формах достаточно быстро разбирается на части и переводится под гиду неолиберального административного проекта, где каждый участник рынка должен выступать в качестве предпринимателя для самого себя, где, например, как сейчас в России, при всей торжественной, торжествующей риторике экономического роста или, по крайней мере, стабильности, на 10% сокращается зарплата и финансирование государственных институций, где все большее число участников культурного процесса переводится с постоянных контрактов на временные и таким образом вынуждены тратить это личное время жизни именно для того, чтобы обеспечить себе минимум существования, а не проводить коллективную коммуникацию для поиска каких-то вытесненных смыслов или тех, которые еще не существуют. Полагаю, что эта ситуация сближает Россию с Германией и с другими обществами. И проблема заключается именно в том, что времени становится все меньше. А это значит, что ресурс критического искусства, точно так же, как ресурс социологии, педагогики, критического литературоведения, оказывается все меньше. В этом балансе сил мы проигрываем. И, наверное, одно из главных требований, которое критическое искусство может сформулировать, не будучи искусством галереи или искусством музея, это потребовать вместе с остальными творческими работниками и работниками интеллектуального производства больше свободного времени, чтобы подготовить революцию. Спасибо.